Всем привет! С вами Настолкомания, Никита Старсов и в группе друзей, недругов и подруг. Мы будем сегодня играть в новую настольную игру отечественного производства мастерской Бубы и... Тубы. Тубы! Как ты вовремя меня поправил? Настрое зрение. Да, под названием Черный Кристалл. Игра для настоящих дворфов. Сегодня у нас три дворфа и один Полу Федор. Полу Федор, иди заходи уже, мы все объявили. Если вам нет 14 лет, удалитесь, пожалуйста, от экрана, потому что игра у нас 14+. Возможно, там сцены насилия, кровь. Да, поэтому мы нашли взрослых дяденек с детьми. Чего ты там говоришь? Сексуальный подтекст. Сексуальный подтекст, мы поняли. Владимир Юрьевич. Давайте, короче, начинать, потому что вот это наша коробочка, а вот так выглядит игровое поле. Шикарное игровое поле. Да. Без картонки. Это понятно, что пилотный проект. Качество довольно неплохо все сделано. Приятные карты на вас. Фигурки, минички есть. А где кубики, кстати, у вас вот все? Вот наши все. А, каждый зажал себе кубик. Давайте узнаем, кто у нас первый игрок. Давайте. А, я отец. Шесть. Да, перед началом игры мы вытащили себе умение. Это рандомная вещь, которая обладает наш гном. Их восемь штук. Каждый выбирает по одному. В темно. В двор. Каждый двор выбирает по одному. В общем, кому что повезло, здесь написано. А, ты садовник. Не надо тут. Там написано, что ты садовник. А он... А убийца, как известно, садовная голова, да. А я вор. Уважаемая профессия. Да. Где тебя короновали? Расскажи-ка нам. Ничего, играем? Дайте мне. Ну, дай мне что-нибудь, что я буду там тянуться каждый раз. Выход мне сразу. Выход? Держи. Цель нашей игры найти кристалл. Цель номер два убежать с этим кристаллом. Да, что, как показала практика, ни хрена не простая задача. Короче, тянем вот такие жетончики туннелей. Кладем их. Эть. Переворачиваем. И можем вертеть, как хотим. Да, вот я здесь начинаю, соответственно, на синем поле. Заходи туда. И сюда прихожу, получаю находку, сразу на халяву. И там у меня, эть, капкан. Пропустите следующий ход. Шикарно. Клац, ваша нога крепко застряла в старом, жалом капкане. Очень. Отыграй, пожалуйста. Дайте мне двустволку, пусть отыграет ранение. Соответственно, дальше ходы идут. Идут в полчасовой стрелке. Гениально, давай. И сейчас мы посмотрим, что у меня. А у меня выход. Вот так-то. Заход на победу. Заход на победу. Количество кристаллов и выходов может разниться. В зависимости от того, какой режим игры вы выбрали. У нас 4 кристалла и 2 выхода. У меня бум какой-то. Поздравляем. Владимира Юрьевича привезли карту. О, встреча с монстром. Прямо на выходе из своего логова. Давай, что я побывал у нас в такой ситуации. Случай победы. Получить один жетон взрывчатки. Начало победить. А, кстати, где наши жетоны взрывчатки? Ну, они есть, в принципе. Раздайте у каждого по 2 штучки. Да, у нас начало игры, пока подважат у нас. Ну что, Владимир Юрьевич, победим монстра. Кинуть тебе это надо на одном кубе. Более чем его сила. Сила у него 4. Кинь 5. Нет. Ты не справился. Ты никуда не идешь. Здесь кладется. Да, да, да. Жетон. Отдыхаем. А, монстр отправляется в сброс. Только в сброс бума. В открытую. В закрытую. Да? Ну, написано в закрытую. О, хорошо. Ну, дайте мне, пожалуйста, Тайл. Ага. И что? Ты будешь там сидеть теперь. О, еще кто-то будет. Нет, будешь выходить и пытаться убить монстра. Я пока не убью. Бум. Ага. Гоблины. Войны-гоблины. Они сильные. А? Ты их отшпилик. Ты лучший. Ни одного воину-гоблина меня не остановить. На самом деле, на картах довольно интересное художественное описание. Бэк. Ну, в смысле? Они сильные и плохо пахнут. Что там можно еще показать? Картинки. Только твои фотографии в душе будут хуже, чем эта фотография. Да, вполне. Игра такая с ЕМАРЦей. Да? Ты уже все? Я тоже хочу. Дайте мне жетон. Мне нужен черный. Особенно про грибочки. Мне понравилось про грибочки. Я хочу идти сюда. Выходов? Опять находка. Находка. Больше на... А, у вас находок ничего нету? То вор может тут что-то кинуть. Каждый ход может воровать. Да. Но у вас нищебродов ничего нет. Надо мне находок. Бомбяга у меня есть. Вот я нашел такую шикарную вещь. Я могу ее, как показывает практика, троллю в глотку запихать. И он будет страдать. А может взорвать. Тролль от приватер пресс. А у меня там находка. Ааа. Да, иди ко мне. Нет. Пожалуйста, да. Слабый слабак. Держите. И у нас кирка. Так. Ускоренного разбора завала. Окей. Или можно добавить два к броску кубика. Ну то есть все как. То есть можно ушатать, а можно и рыться там в земле. Криксовые кубики. То есть выходи, Вова. Прошу. Заходи. Заходи, получай. Жуткий гриб там тебя. Нет, дождь тебя ждут. Подожди, подожди. Перед началом драки. Попытайтесь счастье и бросьте кубик. Если выпало три, вам удалось проскочить мимо жуткого гриба незаметным. У меня два, естественно. Ну не проскочил. При этом не ставьте маркер бум на эту клетку. Не проскочил. Теперь бейся. А, бейся. Сколько силы, покажи. Три. Три, три. Ну, для камеры. Ооо, я сделал это. Справился. Именно так. А дайте мне тоже. Тарам-тарам-пам. Ну, тайл, да, можно выкладывать в любом последовательности. Как в Крокосоне практически. Паук. Жалко, что не таракан. Вы не сможете сбежать у паука. Положите карту рядом с собой, никуда не бегите. И ты себя проиграю. Ага. И буду биться с ним до упора. Да. Ну, естественно. Поздравляю. Нет, и не можешь убежать. Здесь с ним стою. Да. Это практически как клещи. Паук ждет меня. Только клещи, он со мной бегает. А паук, я понял. А паук стоит, тебя и ждет. Давай мне мой следующий жетон. Эть. Туннельчик. Бум. Я хочу сюда. Я не понимаю, зачем ты двигаешься в моем направлении. Меня это напрягает. Для выхода. Ооо, да. Возьмите две карты находка. Огонь. Победы. А что там написано, если тебя унизят коварно? Дракон. Короче, да. Что я тут могу сделать? Ничего. Тебе надо сделать 6 плюс, к сожалению. Семерочка. Нет. Семерочка мне нужна. Эть. Но нет. Я смог сюда убежать. Хе-хе-хе. А убежал я, соответственно, на 2, потому что кинул 2. Да. Раз, два. Если покинул 3, еще бы пропускал вход. Да. Согласен. Видишь, какой я. Ловкий гном. Бомбяга. А вот этот кристалл, товарища. Ну, мы поняли. Это будет очень быстрая игра. Это будет очень быстрая игра. А, подожди. Я, кстати, хочу украсить у тебя твою кирпу. А, да. 4. Нет, 2. Ну и ладно. Не украл. Владимир Георгиевич? Предлагаю заменить ему тайл и продолжить играть. Иначе это шляпа. Бум. Поздравляем, Вова. И тупик. И тупик. Давай. Получите. Шестерочка. Давай, Вова, тебя единичка спасет. В случае поражения пропускаешь следующий ход. Он и так пропускает. А, и еще один ход. А там ничего нету больше никаких. Они не стакнутся между собой в пропуске? После побега вам придется пропустить. В любом случае пропустить. Ну, что ты хочешь, чтобы он еще постакался там. Вова, ты не ходишь. Ну, все уже. Что тут хранить? Да, и ушел. Нет. Нет. Сейчас он найдет карту, которая... Нет. Провал. А что провал? Провал это то, что сегодня с вами произошло. Мы очень сильно настроились на долгую. На победу. Серьезную игру. Ваш провал кидается, кстати, кубик. Да. Кидай кубик. Один. Ну, нет. Все нормально. Просто провалилась нога. Придется пропустить следующий ход. К сожалению, слабо. А что значит в их понимании ненормально? Ну, типа, оторвало там ноги, руки, и ты с Вовой в одной клетке начинаешь, например. Неплохо. Короче, я хочу украсть твою кирку. Эть! Четыре. Нет. В смысле, это тут даже непонятно что. Нет, даже близко нет. О, четыре. Дай сюда. Она мне не понадобится. Я, подожди, сейчас все будет. Так, я хочу кирка-кирка. Ускорение забора, разбора завала. Я хочу вот сюда ломиться, наверное, хочу. Буду ломиться через дверь. Какой может бомбяга это сделать? Зачем мне бомбяга? Вот переход. Эть! Ничего нет. Отстой. А ты не можешь туда пройти? Как туда пройдешь? Как туда пройдешь? Киркай, тогда положи жетон прохода. Это завал. А, это завал. Что ты делаешь там? Ладно, ладно, хорошо. Сюда пришел. Что вы, мандерники, собрались? Ты умеешь играть? Не садись с уважаемыми свечами. Да ты вон уже... Александр, грузь. Вы уже старенький. Ты получаешь свой жетон. Да. Ты нашел черный кристалл и вход у тебя, собственно, через две клетки от этого. Именно так. Нам нужно что-то сделать с этим. Слабые слабаки. Я, если я найду ружье, я бы его застрелил. Но не вариант. Давай, Владимир Юрьевич, пропускай следующий ход. Давай, жди. Я пропускал. В смысле? А ты пропускай? А то он тоже пропускает, он же вновь взорвал. Что с этим дерешься? А ты уже вон в провал там какой-то. Я же с пауком должен был драться. Ладно, давай, жги. Ну, кинь за паука, нет? Короче, понятно. Вся надежда на меня. Меня окружают одни слабаки. Дайте мне что-нибудь. О, да. Огонь. Бум. Эть. Три плюс три. Близняшки. Бросайте кубик дважды, чтобы победить эту парочку. Если вы будет меньше трех, хотя бы один раз вы проиграли. В случае победы, тяните еще одну клетку туннель, двигайтесь на нее и разыгрывайте находящиеся на ней события в этот же ход. Так. Кинуть два раза три плюс. Не могу колосса киркотипу шатать, но нет, это не колосс. Эть. Раз. Эть. Нет. Нет, два, нет. Эть. И раз, два. Что я могу? Ничего не могу. Ты вран, воровать больше не у кого. Можно не у паука, а своровать. Паук это не предмет. К сожалению. Я отошел назад. Вова, давай, жги. Я правил пропускаю. Ты уже пропустил один, хватит. А второй? Нет, не надо. Хорошо. Пойдем дальше. Гениально. Гениально, Владимир Юрьевич. Что-то мне подсказывает. Вова, у тебя все шансы. Жирная крыса, короче. Там два, сила два. Давай. Ты победил. Победил. Ты зашел сюда, поздравляем. Ты дошел к успеху. Ну тут, а если ты победил, она в твою паук. Я бьюсь с пауком. Ты лучший. Нет. Это навечно, я так понимаю. Так, окей. Я зашел не в ту пещеру. Надо взорвать. Я, короче, хочу скинуть бомбу и сюда ломануть. Давай. Где там проход? Время тайлика. Время тайлика. Туннель. Находка. Все, капец тебе. Смотри, сейчас там какая-то штука, которая ворует эти... Как там называется? Ты понял, что? Да, я понял, что. Будет обидно. Но нет. И у меня две бомбяги. Богатый вор. Слабый слабый слабый. Давай мы пожмем тебе руку. Что вы мне сделаете? Ты лучший игрок. Ты лучший игрок в черный кристалл. Лучший двор. Все, что можно сказать в черном кристалле. Что? На самом деле игра довольно... Можно затариться на полу. Мне понравилось побеждать, да? Да, побеждать весело. Скил он как-то решает, да, я считаю. На самом деле игра довольно интересная. Если играть чуть подольше. Если она развивается слишком долго. Из плюсов. Играть легко. Правила простые. Все, опять же, на русском языке написано. Легко осваивается. Разбирается за пять минут. Хорошая коробка, хороший компонент. Ну, знаешь, я вот тут, блин, тут много страничек, я тебе скажу. 44 страницы правил. Читать дольше, выиграть. Да, вообще. Иногда. Но написано большим фликтом. Нет, написано просто подробно разжеванный всемир. Тут про все карты, видишь, написано. Там всякие механопаук, оркестрос какой-то, паук просто, клещ, бестиарий, капкан и т.д. Отлитый, в общем-то, неплохо. Можно покрасить. Будет вообще замечательно смотреться. Но для этого скил нужен. Я бы играл этим со своим сыном. Или дочерью. 14 плюс. На самом деле, почему 14 плюс, не очень понятно. Я бы все-таки меньше делал. Возможно, да. 10 плюс, самое... Мелкие детали, возможно, за это. 10 плюс, потому что у тебя в нос их заснует, что ли? Кто знает. Кто знает. Может, там шуточки есть, не про то. Не про то? А может, про это? А может, и про этого. Сексуальный подтекст. Возможно. Там какой-то озабоченный угол, короче, вот в тех краях. Там сексуальный подтекст. На пауках и капканах. Терапланерка была. На больном. Вот. В общем, такого плана игра. В общем-то, неплохо. Компоненты сделаны качественно. Конечно, он выиграл ему неплохо. Нет, то, чего мы боялись, собственно, оно и случилось. Ты достал кристалл и выход в первые три тайла. Это один из минусов игры, что рандом, конечно, здесь может закончить партию буквально за 5 часов. А может, никогда не закончить. Я чувствую, тайлов тут больше, чем... Вова не умеет считать больше 81, поэтому... Я не могу вообще никак. Тайлов, а он настолько, сколько дырок. Мне казалось, тут больше. Я тоже на взгляд, я никогда не считаю. Я просто на взгляд. А он как настоящий орк, короче. Он говорит, 5, 5, и все, больше 5, это много. А вы грибы посчитали? Грибы, да. Что, грибы? Грибы. Они могут класть на этот самый. Вова имеет в виду, мы играем 1 кристалл, 1 выход, и выпадают 2 карты гриба, и мы 2 тайла ими занимаемся. И у нас нет ни выхода, ни кристалла. Тогда мы будем драться до потери сознания. Сколько выходов? Ну, прям разные варианты игры, еще раз. Там можно играть 1-1. Ты меня опять надурили? Слушайте, там есть 4 варианта игры, даже 6 вариантов игры. 3 кристалла, 1 выход, 2 кристалла, 1 выход, это идеальный вариант для знакомства с игрой. Но это не наш случай. 3 кристалла и 2 выхода, и 2 кристалла и 2 выхода. Вот это уже для продвинутых чуваков. Если вы выбрали вот вариант, который 1 кристалл, 1 выход, как ты хотел, то это, короче, ваш девиз только хардкор. Самые опытные игроки могут себе позволить. Я уже готов играть в этот мод. Побеждали в турнирах, я не побоюсь этого слова, во всякие интересные системы, вроде World of Tanks. Да, Владимир Юрьевич? Ну, а мы играли 4 кристалла, 2 выхода, и вот что нам показало. Рандом. 81 тайл недостаточен для того, чтобы нам не выдать сразу же на входе комбинацию выигрышную на 3-й ход. Недостаточно оказалось 82. Я надеялся на то, что ты выигрыш за 2 хода, но ты не смог. Ну, к сожалению, я уже старался. Но скил недостаточно высоко. Надо потренироваться сейчас. Я тут взрывал он тут бомбягами и кирками. Что вы еще скажете насчет игры, господа? Конечно же, ты затащил на скил. Ну, это понятно. Ну, да, это просто твой природный талант. Да, да. Нет, я имею в виду... Подглядывайся к этому шоке. Нет, ну я что могу сказать. У нас один господин тут дрался с... Как казалось, с пауком. Вот это он тут, да, провал ему не положен. Он там все еще должен был драться с пауком. Вот. Один господин у нас тут нашел 2 тупика. И я тут... И три бума. И я тут... Дважды пытался драться с монстрами, и ничего не получилось. А кто-то нашел выход, находку. Эй, черный кристалл. Ре, рандом. И затащил. Надо играть в 2 арфорта. Со скилл. Да. В прошлой игре мой гном не смог выйти отсюда 7 ходов. Подряд. 7 ходов подряд. Но Маку не тащил в призапную мульти какую-то рифлу и своровал у него. На самом деле есть определенные комбы с картами находок, которые позволят совсем легко все как бы провернуть. Например, карта, которая забирает кристалл из рук ворфа. И если у тебя выход находится довольно близко, можно за один ход буквально разыграть и все. Да, я это почувствовал на себе в прошлый раз. Ну все, давайте заканчивать. Вот такая вот шикарная партия у нас получилась. Быстро, стремительная. Специально для любителей сложных игр. У меня есть теперь ачивку хочу. Я хочу дойти вот до сюда. Это вообще возможно. Это я бы не стал так далеко загадывать. Я вот до сюда хочу дойти. Ты максимум. Вот. Твой паук тебя ждет. Победи этот раз. Паукан. Паукан, да. Ну все. С вами была Настолка Мания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну да. Подписывайтесь, ставьте лайки. Может быть с ним еще один летсплей по этой игре. Да. Чтобы за два хора можно было победить. Да. Вот. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok